Травмоопасные зоны отдыха. Накануне наш корреспондент Екатерина Молчанская проверила, как в Саратове обустроены детские и спортивные площадки. Как оказалось, некоторые небезопасны для детей и подростков. В области из-за халатности строителей уже происходили несчастные случаи. Для некоторых игра во дворе оказалась смертельным развлечением. Еще более опасная ситуация сложилась с городками аттракционов, особенно передвижными. Механизма их контроля практически не существует. Обсудить эту тему мы решили с заместителем начальника инспекции и технического надзора Сергеем Рощиным. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Так почему же за аттракционами никто не следит? В рамках 294-го закона федерального проверять, как просто взял, пошел и проверил, это далеко не так. Действие следующим образом прописано в законе, опять же в том же 81-м ст. 6, что любой предприниматель, который занимается деятельностью в рамках аттракционов, он должен в течение пяти дней уведомить территориальный отдел гостях надзора о том, что он находится на территории подведомственной и на этом все заканчивается пока. Нет технического стандарта в целом по аттракционной технике, вот, и поэтому отсюда масса проблем. Ведь тот закон, который сейчас у нас в области имеется, очерчивает узкий круг аттракционов и аттракционной техники. Самая большая проблема – это те аттракционы, которые введены в эксплуатацию до 2010 года, которые тоже в настоящее время и до этого не попадают вообще под надзорник. Понятно, ну а как быть с детскими и спортивными площадками? Ваши инспекторы за ними следят? Нет детских площадок в рамках надзора у нас пока нет и спортивных площадок. И я не знаю, я могу отвечать и только в рамках своих полномочий, полномочий гостехнадзора. Хорошо, ну а куда же обращаться с саратовцем, если они обнаружат в зоне отдыха какие-то нарушения? Нужно обращаться в любой надзорный орган, потому что сейчас мы, если это и не поднадзорная нам, скажем так, техника, то мы передадим туда, куда надо. Спасибо. С нами на связи был заместитель начальника Государственного технического надзора области Сергей Рощин. Мы говорили о проблемах детских зон отдыха. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!